Уехавших за рубеж ученых будут приглашать работать в Казахстан на привлекательных условиях. Об этом говорилось на заседании Национального совета по науке и технологиям под председательством Касанджа Марта Тухаева. Глава государства поддержал предложение о возврате в Казахстан наших ученых, которые сегодня ведут успешную практику за рубежом. Мнение, что самые передовые технологии можно купить ошибочно, говорят экономисты. Никто и никогда не будет продавать технологию, пока ее использование приносит больше денег, чем ее продажа. Именно поэтому все, без исключения развитые страны мира, инвестируют в собственную науку. Мировой опыт показывает, что чем больше тратит страна на науку, тем богаче она живет. Например, Израиль выделяет больше 4% от ВВП. Южная Корея чуть меньше. Это лидеры по затратам на НИОКР. Благодаря такой щедрости они стали экономическими гигантами. А Казахстан из-за недостаточного финансирования научной сферы в этом списке находится на 66 месте и соседствует с Албанией и Табага. Поэтому наши ученые уезжают за рубеж. Сегодня на заседании прозвучало мнение, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Поддерживаю это предложение и приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовых планах. Не секрет, что на сегодняшний день некоторые научные разработки казахстанских ученых не востребованы у нас на родине, работают на экономику других стран. Потому что индустриальные активы в большей массе своей физически и морально устарели. Технологический уровень казахстанской промышленности, по некоторым оценкам, на полвека отстает от уровня развитых стран. Что же предлагает президент? Высокообразованные люди, востребованные ученые, часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны, позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт. Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для благотворной деятельности у нас и в стране. Вместе с тем президент отметил, что подобные призывы в адрес ученых, работающих за границей, звучат не впервые. И к этому вопросу нужно подходить вдумчиво. Ура, патриотизм здесь неуместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее, Казахстан должен включиться в глобальные соревнования за лучшие умы, подчеркнул глава государства. Вице-премьер Базумбаев отчитался о паводках. По его словам, в Уральске спасатели с затопленных участков дачного массива эвакуируют местных жителей и домашний скот. По его информации, большая вода в Западную Казахстанскую область придет снова. Эксперты отрасли говорят, что паводки всегда были, но в советские годы масштабы бедствий были меньше. В колхозах был план ежегодных мероприятий по дренажу, очистке и прочей меры для предупреждения. Техника была, и в штате имелись гидротехники. А сейчас чиновники борются не с причинами, а с последствиями. Теперь опасность угрожает ЗКО. Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. В регионе продолжается половодие. В Западной Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15-20 апреля. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений на плотинах и дамбах, подавляющее большинство которых построены еще в 60-е годы и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. В Казахстане более 1800 гидротехнических сооружений. Капитального ремонта требует около 600 объектов. Видимо, поэтому в 8 регионах страны продолжает действовать режим ЧАЭС. Затопленными остаются почти 3,5 тысяч частных домов, 67 населенных пунктов без транспортного сообщения. Это при том, что паводки еще не закончились. Вся вода с верховьев рек Урал и Сахмары из Российской Федерации поступит на территорию Западно-Казахстанской области по реке Жаек во второй половине апреля. В этой связи на гидропосту реки Жаек, города Уральск, ожидаемый уровень воды может превысить 850 сантиметров. Вместе с тем, при достижении уровня воды 650 сантиметров, вода начнет выходить на пойменные участки, где расположены дачные массивы города Уральск и даст обратный отток на реку Шаган, что приведет к подтоплению городских дачных массивов. Порядка 100 тысяч человек эвакуировали из зон подтопления. Созданы сотни эвакуационных пунктов. Правительство Казахстана планирует потратить по 22 миллиона тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками. Но эти деньги получат только те, у кого жилье действительно не подлежит восстановлению. Фонд Казахстан-Халкана уже готов начать строить 500 домов для пострадавших жителей. Все пострадавшие, все расходы граждан, которые произведут следствие этого природного явления, они будут рассмотрены соответствующими комиссиями и, конечно, они будут возмещены. Жилища будут отремонтированы, отреставрированы. Дома, которые не подлежат ремонту, либо они будут построены заново, либо для них будет, для таких жителей, приобретено новое жилье. Кроме того, мы сейчас рассматриваем вопросы возмещения другого имущества и возмещения за падеж скота. Сейчас власти планируют построить 20 водохранилищ. Однако, среди экспертов по водным ресурсам нет единства мнений. Одни говорят, что водохранилища помогут решить проблему паводка. Другие считают, что водохранилища требуют огромных финансовых затрат. И это коррупционный вопрос. И будет гораздо эффективнее, если эти деньги будут потрачены на модернизацию и ремонт существующих сооружений. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Вода подходит к жилым домам в Уральске. В районе, именуемом в народе землячкой, Урал разлился. И уже рядом с частным сектором. Жители улицы Гумара-Караша обеспокоены тем, что никаких берегоукрепительных работ здесь не проводится. Тем временем, здесь расположен частный сектор. Рядом школы и областная многопрофильная больница. Жители улицы Гумара-Караша живут совсем близко к притоку Урала. Они рассказывают, что в этом году уровень воды очень высокий и продолжает подниматься. Куда эвакуировать или еще что-то, а нам куда ехать? Не знаю. Поэтому мы сейчас просим за нашу безопасность, за безопасность детей, чтобы хотя бы какие-нибудь меры принимали здесь. Может, какие-то мешки поставили бы или еще что-то. Вот мы прям живем, вот речка сзади нас. Вы же там видите, что оно поднялось на сколько сантиметров. Стоит отметить, что в городе еще ряд мест, где вода уже совсем близко. В Управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на постоянной основе проводится мониторинг зон возможного подтопления. Берегоукрепительные работы проводятся в первую очередь там, где уровень опасности самый высокий. В целях недопущения подтопления территории города проводятся берегоукрепительные работы вдоль береговой зоны. А именно, засыпка грунта и укладка мешкатары на участках перевалочной рощи района Сити-Центр, Курени, улица Чаган-Набережная, Коминтерн, парки имени Кирова, поселка Кругозерное. Данные работы проводятся круглосуточно и планируется охватить от перевалочной зоны района Сити-Центр до района Курени. Задействованы более 1100 человек личного состава и более 200 единиц техники. Также сообщаем, что по периметру реки Урал проводится круглосуточное дежурство, которое ежечасно направляет информацию по поднятию уровня реки Урал. Пока в этой местности уровень воды в реке, учитывая высоту, не является опасным. При этом каждые сутки вода прибывает все больше и больше. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. В Атрау идет борьба с паводком. Для оказания помощи несколько предприятий Магисталской области направили в Атрау свою технику. Из области железнодорожным транспортом отправлено 10 единиц спецтехники для погрузки, подъема и землеройных работ. В благородном деле приняли участие крупные местные учреждения. Также вместе с техникой для работы отправились 20 водителей. Ранее спецтехника индивидуальных предпринимателей из региона была направлена в город Кулсары. В настоящее время это очень необходимая техника для того, чтобы построить плотину вокруг города. Поэтому согласно поручению Акимобласти, а также с помощью Мангастаусской области, индивидуальных предпринимателей, национальных компаний, сейчас готовим эту технику в дорогу. Демпартия Ахжол оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от паводков. В Уральске местные депутаты, протянув руку помощи пострадавшим, при поддержке центрального аппарата партии доставили необходимые товары в штаб для сбора гуманитарной помощи. Отметим, что партийцы никогда не остаются в стороне в решении проблем и всегда приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Ахжоловцы всегда стоят на страже помощи и поддержки народу в трудные минуты. Во время паводков демократическая партия Ахжол не осталась в стороне, проявив свою неравнодушность и готовность к поддержке. В Уральске депутаты совместно с заместителем председателя филиала партии Багдатом Измагамбетом предоставили гуманитарную помощь, включая лодки и резиновые сапоги, проявляя таким образом свою готовность и поддержать пострадавших и обеспечить безопасность. Данная помощь является не разовой, то есть мы будем данные акции продолжать и помогать. Данный груз, он разделен на два региона. Ранее я знаю, что был направлен гуманитарную помощь в Тюбинскую область. То есть от партии Ахжолов идет постоянная поддержка и оказание гуманитарной помощи именно в те регионы, которые пострадали. Областной штаб получает грузы из различных областей Казахстана, что значительно увеличивает запас необходимых ресурсов для помощи. Они будут распределены по всей области. Тем не менее, поддержка со стороны Ахжоловцев является существенным плюсом для штаба, так как позволяет увеличить масштаб гуманитарной помощи и эффективнее реагировать на паводковую ситуацию. Вот сегодня партия Ахжол привезли нам четыре лодки, полный набор для спасателей. Они оприходуются и потом по заявкам Акимата, ЧАЭС их выдают. Отметим, что подобные акции, проводимые партией Ахжол, не единичны и будут продолжены в дальнейшем. Ахжол вместе с народом. К противопаводковым мероприятиям присоединяются педагоги Западной Казахстанской области. Специалисты образовательных учреждений и школ города добровольно берут в руки лопаты и активно участвуют в укладке мешков с песком. Как сообщили в областном управлении образования, городские педагоги также готовят обед и ужин для рабочих. Помимо педагогов, в противопаводковых мероприятиях участвуют работники сферы культуры, спорта и молодёжи с сельской местности. Они решили оказать помощь в этот трудный момент, присоединившись к усилиям. Вместе с другими участниками добровольцы наполняют мешки песком и помогают погружать в грузовики. В социальных сетях мы видели объявление о том, что требуются волонтёры. Вышли все учителя добровольно. Работе это никак не мешает. В этот непростой период не время считаться со временем. Нужно прилагать усилия в борьбе с паводками. На полигоне в районе Ель-Рысы идёт интенсивная работа. Учителя городских школ готовят обед и ужин для всех, кто внёс свой значительный вклад в эту работу. «Мы – волонтёры из городских школ. С самого начала наводнений оказываем всю возможную помощь местным жителям. Мы призываем всех граждан помочь нашей стране и в этот трудный период. Люди приехали на помощь из различных районов области, включая Жангалинский, Сырымский и Бокердинский. Большое спасибо всем за поддержку». Угроза наводнения в области пока не снимается с повестки дня, поскольку уровень Урала превысил 7 метров. Сегодня представители различных отраслей, волонтёры и жители объединили свои усилия для берегоукрепительных работ. Сотрудники ЦОНа оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Западной Казахстанской области. Они приезжают в эвакуационные пункты и оказывают помощь всем нуждающимся в восстановлении документов до окончания чрезвычайной ситуации. Сотрудники ЦОНа помогают жителям, которые остались без крова и запаводков, восстанавливать потерянные документы. Многие из пострадавших в спешке при эвакуации не успели забрать или потеряли документы. Ситуация бывает разная, не только связанная с паводками. Например, человек может потерять документы и он имеет право восстановить. Сейчас в основном обращаются жители дачных массивов, которые пострадали от паводков. То есть, возможно, два варианта здесь. Первый вариант – у некоторых жителей есть документы, но они их потеряли. То есть, они могут взять дубликат с нашего архива, заказать государственную службу. Или есть такие у нас граждане, которые не узаконили свои постройки. То есть, есть земельный участок, но нету недвижимости. Поэтому в этом случае мы через местный исполнительный орган совместно этот вопрос тоже прорабатываем. Хочу сказать жителям, что если какие-либо вопросы возникают, мы всегда на связи. То есть, есть у нас горячая линия 14-14. Также у нас ЦОНы работают с 9 до 8 часов, а также в субботу. Ежедневно сотрудники ЦОНа отправляются в эвакопункты, где люди нуждаются в восстановлении жизненно важных бумаг. На сегодняшний день оказана помощь более 40 людям, потерявшим свои документы во время эвакуации. Слава богу, наш дом еще не затопило. Пришла, чтобы проверить документы, сделать паспорт. Спасибо сотрудникам ЦОНа за оказанную помощь. Государственная корпорация, правительство для граждан будет оказывать свои услуги каждый день после обеда. Эта работа будет продолжаться до окончания чрезвычайной ситуации. Для получения компенсации по ущербу в связи с паводком не обязательно находиться в эвакуационных пунктах. Об этом сообщают в прокуратуре Западной Казахстанской области. С обращением к гражданам выступил старший помощник прокурора области. Он порекомендовал гражданам доверять информации лишь из проверенных источников. Изискиваются возможности для улучшения условий. В частности, люди, которые были размещены в спортзалах и других нежилых помещениях, постепенно переводятся в различные общежития. Лицам, чьи имущество пострадало в результате наводнения, государствам будут оказаны меры по возмещению ущерба. На сегодня более 600 гражданами выплачена единовременная материальная помощь на сумму более 126 миллионов в тенге. Доводим до сведения, что для получения возмещения необязательно располагаться в эвакуационных пунктах. Данное сооружение предназначено только для тех лиц, проживавших в потопленных домах, которые не смогли обеспечить себя временным жильем. Для удобства населения будут увеличены пункты приема заявок и в различных частях города. Адреса будут размещены на сайте Акимата города. Прошу никого не поддаваться панике и не реагировать на различные фейквы вбросы в социальных сетях и мессенджерах. Действует мобильная группа, в которую входят сотрудники органов прокуратуры. Для получения консультации по восстановлению документов население может обратиться в ЦОНы. Они на это ориентированы. В текущем году в городе Уральск планируется начать ремонт дорог. Работы по улучшению дорожного полотна начнутся в конце недели. Всего будет отремонтировано более 100 дорог. По мнению специалистов, в числе первоочередных дорог, которым будет уделено внимание, будет улица Некрасова. В текущем году в Уральске ямочный ремонт охватит более 100 автодорог. В первую очередь по среднему ремонту у нас проходит улица Некрасова от Курмагазы и с перехода на улицу Лермонтова до Дос-Мухамедова. Потому что сзади налога у нас уже там образовались большие ямы уже. И уже надо ее начинать по этому делать. Далее будем делать Бельгера, Алматинская, Кирдере, Назарбаева. И после уже будем переходить на Адауму. Это самая критичная улица, которой уже необходимо проводить средний ремонт. Подрядчиком выступит ДСК «Приоритеты» и ТОО «Адаларна». Они уже закупили необходимую технику для ямочных работ. Всего в текущем году будет отремонтировано более 30 километров дорог. Однако, несмотря на все усилия, жители города остаются недовольны качеством дорог. Сейчас я проехался мимо налоговой. Дорога, да, плохая. Но дело в том, что сейчас по проспекту, просто по главному проспекту Назарбаева ездить тоже невозможно. Яма на яме. Ни одного участка, в принципе, чистого целого не осталось. Все в кочках. Даже вот, я даже не знаю, машину есть ли смысл ремонтировать сейчас. Потому что пока не золотают, это все ненадолго. Это кошмар. Проблемы с дорогами являются для нашего города одной из острых. Вроде бы мы платим налоги, но дороги у нас, честно говоря, оставляют желать лучшего. По словам специалистов, в 2024 году на 11 улицах будет проведен капитальный ремонт дорог, а на 20 улицах – текущий ремонт. Текущий ремонт будет осуществляться от проспекта Абая до Старого собора, от улицы Бельгера до Шевченко, а также от улицы Карабышева до Кердире и улицы Молдогалиева. Капитальный ремонт планируется провести между улицами Сейфулина и Мухита, Телеграфной и Жаксугулова, а также между улицами Пушкинской и Хамиды Чурина. Напомним, что в 2023 году в городе начали ремонтные работы на 77 километрах дорог, из которых на сегодняшний день завершено 54 километра. Дана Керимбаева, Эбулат Жигапар, Александр Грабарев, Телеканал ТТК-42. В Западной Казахстанской области изъято более полутора тысяч тонн рыбы. В регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Бикред-2024», направленное на предупреждение и пресечение фактов незаконного оборота рыбы и их продукции. Отметим, с 5 по 7 апреля сотрудниками полиции были задержаны незаконные рыбаки. Так, 5 апреля было изъято 234 килограмм рыбы, 6 апреля – 204 килограмма и 7 апреля – 206 килограммов. Всех подозреваемых в незаконных действиях выявили на трассе Уральска-Трау. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции было выявлено 9 фактов незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений и приобретений или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Все о паводке Западной Казахстанской области расскажем в студии программы УЗИКТ 16 апреля в 19.30 в прямом эфире на телеканале ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте телеканала ТДК-42. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»